приветствую и добро пожаловать снова в декурик если посмотреть на ночное небо вот можно видеть огни яркие синие огни это никакой не баг как может показаться это очень интересное так все огни прикрыли прекратили свергать это очень интересный очень интересная особенность как которой я еще вернусь и об этих огнях я еще поподробнее расскажу но несколько позже так значит 22 часа 12 минут до полуночи что касается квеста прошлое значит после того как мы подслушали разговор рабочих лима я давно вот здесь вот фиск у нас торгует и где-то здесь это не слишком интересно поговорим о чем-нибудь возможно вот возле фиска на ящиках появляется щит выглядит как скрижаль с рецептом щит щит ты можешь найти во многих местах тебе стоит посмотреть на него почему нельзя держать язык за зубами это оружие там на щите я его уже видел точно такой же щит украшал дверь нашего дома я помню как однажды его повесил туда отец что ж это были за слухи которые я слышал пару дней назад сейчас уже сложно вспомнить кажется говорили что Беринга рубил моего отца а тело его привез сюда и где-то закопал где именно никто не знает как странно россказни каких-то рабочих которые слоняются без дела придумают тоже но это наводит меня на одну мысль если в пещерах можно найти оружие то я сам могу исследовать эти пещеры и что-нибудь себе раздобыть у Беринга для меня нет работы значит постараюсь помочь здесь хоть кому-нибудь может быть мне даже удастся найти один из шести редких эмулетов которые так нужны Берингуру уже так уж лучше я посмотрю со стороны интерес так и снова 250 кажется опыта мне дали и появилась запись в дневнике вот только где она появилась совершенно непонятно по идее должен был квест начаться ну ладно здесь никому не столь важно в общем смысл в том что сейчас нужно исследовать пещеры чтобы раздобыть что-нибудь полезное ага ворота на ночь запираются вот такое вот интересное здесь новшество скажем так вот 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 Продолжение следует... Ладно, тогда высплюсь до утра и попробую... Не знаю, вряд ли, конечно, получится что-то, но попробуем раздобыть еще один из амулетов, которые так нужны Талиасону. Так, я помню, еще у Слэпа можно было квест взять. Ты можешь помочь мне? О, что случилось? Кто ты такой? Я Слэп. Мы же уже знакомы. Ты что, не помнишь? Нет. Ах, ну ладно. Если ты так говоришь. Сам я в этом не совсем уверен. Все. Помочь с чем? Я поймал щурку для Пита. И? Но щурка от меня убежала. Хм. Я подумал, что ты сможешь мне помочь снова поймать. Я очень сильно разозлюсь, если мне этого сделать. Думаю, тебе удастся сделать это самому. Да, но меня это несколько бесп... Почему? Когда я вчера чистил клетку для щурки, пришел Пит. Я быстро сунул мой табак в кормушку. Пит сказал, что я должен почистить дюжину копий. А когда я вернулся, щурка съела весь мой табак. А ночью она просто сбежала из клетки. Теперь она будет очень осторожна. Постарается на глаза мне не попадаться. Так что... Помощь слэпу. Какая-то щурка сбежала. Я не знаю, что вообще это значит. Больше я нигде такого слова не встречал. Щурка какая-то. Вон, к слову, она. Вот только убивать ее нельзя. Кажется, она умерла. Вот, это какая-то... Странный мутант, похожий... На падальщика. В общем, без рук. На слона и на падальщика похож. Какая-то смесь. Он с хоботом. Ну да, скорее всего, квест будет провален. Потому что убивать ее явно не стоит. Спасибо. А нет. Она потеряла сознание. Лучше мне поторопиться и снова посадить ее в клетку. Вот и отлично. Всего лишь один выстрел огненной стрелы. И никаких проблем. Без магии же ее очень трудно поймать. Вот сейчас я даже попробую. Так, вон она. Она очень быстро бегает. Что? Видимо, мне повезло. Видимо, мне повезло. Может быть, Берингер сейчас даст свое задание. Ты, товарищ Берингер, стрелу свою потерял. Так, ладно. Пусть эта Серафия бежит. Нечаянно напугал ее. Но ведь это моя любимая моделька, как я уже говорил. Итак, попробую достать амулет. Ух, не знаю. Вряд ли, вряд ли что-то получится, но... Вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Да, вот в чем дело. Здесь много зомби. К счастью, они очень неповоротливы. К счастью, они очень неповоротливы. Да, боюсь, мне не хватает. Совершенно не хватает урона. Ничего не поделаешь, придется вернуться сюда позже. К счастью, я буду вернуться сюда. Время снять. К счастью, я буду вернуться сюда. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Здесь запрещено. Тогда попробую наведаться в одну интересную пещеру и достать один из амулетов там. Значит, сейчас я буду пробовать достать амулет близнецов у ползунов. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, если идти по направлению к башне Акида, можно найти вот такую небольшую пещерку. И здесь... Вот, кстати, можно свалиться нечаянно. Так что нужно быть осторожнее. Субтитры сделал DimaTorzok Факелов так и нету. Один единственный факел где-то у меня был найден. Но я его уже истратил. Так, а где же это... Где же это... Дыра в полу, что-то я не вижу. Ладно, свиток. Снова ужас врагов. Очень полезный свиток. Зелье потом... Свиток огненного шара. Так, я слышу какое-то крылатое существо, к слову. На демона похоже по звуку. И вот он амулет. Амулет близнецов. Бонус к жизненной силе 10. Амулет близнецов. Амулет. не хочу терять отмычку отмычек также не очень-то у меня много нет это гарпий после перезагрузки вот было слышно превращение в ползуна шаровая молния что ох черт возьми откуда она вообще здесь взялась вообще гарпия скорее всего сверху как помните там если пройти я уже сталкивался там со скелетом так значит если у то лес она был амулет козерога затем хамонт украл у него амулет льва но я его уже вернул также я ему отдал амулет водолея и рыб сейчас у меня есть амулет близнецов и нужен только один амулет еще амулет тельца амулет тельца амулет тельца как раз есть в колодце вот в том замке но там очень опасно и еще один амулет тельца есть на болоте так что я думаю единственное что сейчас можно сделать помимо прокачки разумеется это отправиться на болото и попробовать добыть аккуратно добыть амулет тельца но сперва сперва я хочу проверить куда меня выведет амулет близнецов так рыба лев козерог ах вот близнецы козерог прямо к големам к огненному голему ящерице а а а хорошо нам не нужно так вот рыбы врата врата рыб мне нужны а а потому что именно они ведут на болото я я помню где точно находится этот амулет что-то смутно припоминаю что где-то в конце болота там будет выход на высокогорную такую часть там же будут гарпии насколько я помню с гарпием я наверное еще не справлюсь в принципе можно попробовать конечно снять эту одежду тени болотажеров явно стоит обходить так големов тоже основной источник опыта на болоте болотные големы и болотажеры и болотажеры и 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 а и 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 вот к слову по моему здесь Ну да, именно в это озеро я и нырял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь сделаем перерыв, продолжим следующий серий. Оставайтесь с нами.